Всем привет! В этом уроке мы будем подключать VKP для оплаты заказов в демонстрационном мини-приложении. Как я уже рассказывал ранее, для оплаты заказов мы будем использовать платежные формы. Давайте разберемся подробнее, как они работают. В схеме оплаты участвуют четыре страны. Frontend мини-приложение, Backend мини-приложение, VKP приложение, кошелек, размещенный ВКонтакте, DMR, деньги Mail.ru, платежная система. Frontend мини-приложение формирует вызов платежного окна VKP с заданными параметрами, вызывает события VKWebApp OpenPay Form через VKBridge, который приводит к открытию поверх вашего мини-приложения окна приложения VKPay, где пользователь видит информацию о продавце, стоимости и оплачивает покупку. Чтобы параметры платежного окна не могли быть скомпрометированы на стороне клиента и в качестве гарантии, что продавец готов к получению оплаты, среди параметров передаются подписи приложения и продавца. Важно! Приватные ключи, с помощью которых генерируются подписи параметров платежного окна, не могут храниться в клиентской части приложения. Компрометирование приватных ключей означает, что у сторонних лиц есть доступ к управлению вашими средствами и вашим приложением. Для формирования данных вызова метода бриджа VKWebApp OpenPay Form фронт-энд мини-приложение делает доп. запросы по формированию подписи на свой бэкэнд. VKPay валидирует подпись приложения, переданную среди параметров вызова. Если подпись корректна, открывается предзаполненное платежное окно. После того, как пользователь нажал кнопку «Оплатить», VKPay формирует платежный запрос к системе DMR. DMR валидирует подпись продавца, переданную в платежном окне. Если подпись корректна, средства с кошелька пользователя переводятся на счет мерчанта. Бэкэнд мини-приложение получает платежные уведомления с данными транзакции от DMR. Фронт-энд мини-приложение получает клиентское событие от VKPay о статусе платежного окна и может сообщить пользователю о статусе оплаты. Поговорим, как пошагово подключить VKPay в ваше мини-приложение. Для подключения оплаты в мини-приложение необходимо заключить договор, по итогам которого вы получите идентификатор продавца и приватный ключ продавца. Эти данные потребуются для приема платежей и подписи вызовов. Далее необходимо вызвать событие VKWebUp OpenPay форм с типом платежа Pay to Service, который доступен только для юридических лиц. Данные для параметра Params нужно формировать на бэкэнде мини-приложения, так как для его формирования необходимо пользоваться приватным ключом продавца. На бэкэнде мини-приложения сформируйте набор данных для подписи Merchant Data и вычислите США один хэш из этих данных и приватного ключа продавца. Сформируйте подпись данных для оплаты и соедините строку с защищенным ключом доступа вашего мини-приложения. Защищенный ключ доступа можно получить в административной панели приложения. Полученную строку необходимо вернуть фронтенду мини-приложения, чтобы с этими данными был вызван метод бриджа VKWebUp OpenPay форм. В фронтен-части приложения подпишитесь на событие VKWebUp OpenPayformResult, которое по итогу оплаты вернет событие с результатами оплаты через VKPay. При получении этого события рекомендуется показать пользователю актуальный статус заказа – платеж в обработке. Для полной проверки совершенного платежа необходимо дождаться серверного платежного уведомления, которое приходит на Callback URL – API-метод бэкэнда мини-приложений. Его можно и нужно указать в административной панели сервиса. Как только серверное платежное уведомление пришло на сервер мини-приложения, необходимо проверить подпись приложения и отдать корректный ответ на запрос. Если отдать некорректный ответ, то сервер ВКонтакте будет повторять запросы для повышения стабильности работы оплаты. Если подпись оказалась корректной, то можно изменить статус заказа на «оплачен», а средства успешно начислятся на счет продавца. Таким образом, мы реализовали возможность оплаты заказов в мини-приложении «Блюдо дня». Уверен, что эти знания пригодятся для реализации удобной оплаты в вашем мини-приложении. Удачи!